Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь. Ветер ночной, южный. Днем западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-13, в горах местами до плюс 7. Днем плюс 19-24, в горах местами плюс 10-15. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем плюс 21-23. Национальный проект в действии. В Усть-Джигуте открылась модельная библиотека, которая, без сомнения, будет пользоваться популярностью у читателей разных поколений. Глава Карачаева-Черкесии поздравил жителей района с этим событием и выразил уверенность, что новая библиотека станет излюбленным местом посещения, где каждый сможет с комфортом получать знания, реализовать проекты и просто проводить свободное время. На открытии побывал наш корреспондент Артур Мхце. Псыш, Учкикен и вот теперь Усть-Джигута. В каждом из этих населенных пунктов Карачаева-Черкесии после реализации национального проекта появилась новая модельная библиотека, которая способна удовлетворить запросы даже очень придирчивых посетителей. Проект только набирает обороты. На оснащение районных библиотек выделяется по 10 миллионов рублей. Поселенческие смогут получить на эти цели по 5 миллионов. Благодаря этой программе мы смогли реализовать наш замысел, внести изменения в нашу библиотеку, сделать более ее современной, насыщенной. Мы оснастили нашу библиотеку современным оборудованием. У нас появились электронные книги, ноутбуки для проведения мероприятий. Также мы приобрели книжный фонд, который на сегодняшний день увеличился на 1118 экземпляров. Здесь можно в комфортной обстановке почитать книжку любимого автора, выполнить проектную работу или воспользоваться услугами интернета. Не нашли в фонде нужного издания? Ужигутинское районное учреждение культуры теперь подключено к национальной электронной библиотеке, где имеется все необходимое. А значит, долго ожидать исполнения заявки не придется. Очевидно, что библиотеки должны меняться, что они должны быть интересными детям. И большой вопрос, как это сделать. Государство понимает, что прежде всего они должны быть яркими, интересными, с хорошей литературой, мебелью, хорошими пространствами, где ребенок может проводить много времени помимо школы и дома. Но помимо того, что мы обновили здание, очень важно сейчас обновить и подход к работе. Как библиотекарей, так и учителей, чтобы библиотека стала местом, где ребенок проводит время с пользой. Чистые и светлые помещения, удобная картотека, уютная, в чем-то даже домашняя обстановка. И, разумеется, современные технологии, которые помогут получать новые знания, реализовать проекты и просто провести свободное время. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на Ногайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире.